В эфире информационного канала Севастополя новости в студии Арсений Ковалевский. Смотрите в этом выпуске. Детский хор «Жаворонок» победил во втором международном конкурсе «Родная гавань». В Севастополе начался отопительный сезон. Коммунальные службы на аппаратном совещании отчитались. В течение недели запустят все городские котельные. В первый день работы теплопунктов акцент сделан на запуске самой большой – Камышовской – и объектов, запитывающих больницы и школы. Также темы аппаратного совещания – сводка происшествий за неделю и кадровые ротации в правительстве Севастополя. В Севастополе начался отопительный сезон. На аппаратном совещании в Доме правительства ИО-директора департамента городского хозяйства объявил, все 120 котельных будут запускать в соответствии с графиком. Шесть из них начали работу в понедельник утром. Из доклада следует, что все объекты коммунальной инфраструктуры подготовлены к зиме. В наличии запас топлива для котельных и противогололедных смесей для обработки дорог. С 9 часов силами ГУПСИ в теплоэнерго с ПАОСИ в газ начат пуск первых 30 котельных городов. Исходя из утвержденного плана, до пятницы все 120 котельных городов будут запущены. В первую очередь это запускаются газовые котельные и котельные, которые относятся к социальной сфере. В РИО губернатор Дмитрий Овсянников поручил до 1 ноября завершить ремонт кровель, работы на которых осложнились из-за действий недобросовестных подрядчиков. Напомним, таких крыш в городе 12. По словам заместителя губернатора Владимира Базарова, на всех проблемных участках сейчас ведутся работы. Обстановка в городе за минувшую неделю с 10 по 16 октября в Севастополе два пожара. 17 аварий на сетях. Это энергетика и водоканал. Практически сутки жители Любимовки сидели без света. Выяснилось, что сети бесхозные. В управлении гражданской защиты призвали взять линию на баланс. Что касается обстановки на дорогах, было 80 ДТП. Трое погибших. По обращениям граждан в единую диспетчерскую службу города, 1800 обращений. Показатель гораздо выше среднего. Жители города жаловались на водоснабжение, энергоснабжение и на содержание жилого фонда. У нас было очень много жалоб во время дождя на текущие крыши. Закадровые ротации в правительстве Севастополя. Пресс-секретарём в Рио-губернатор назначен Григорий Буйлов. До этого времени он занимал должность ИО-директора Департамента общественных коммуникаций. На аппаратном совещании Дмитрий Овсяников объявил, с понедельника с приставкой исполняющей обязанности руководить Департаментом общественных коммуникаций будет Наталья Адаева, ранее возглавлявшая Управление общественных связей города Заречного. Анна Леготина, Анна Малышко, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Генплан Севастополя будет разработан в первом квартале следующего года, заявил на аппаратном совещании исполняющий обязанности директора Департамента архитектуры и градостроительства Михаил Храмов, докладывая о работе ведомства за 9 месяцев. В повестке дня утверждение границ муниципальных образований и принятие временного регламента землепользования. Обо всём по порядку в следующем сюжете. Генеральный план Севастополя появится в первом квартале 2017 года. Об этом на аппаратном совещании заявил исполняющий обязанности директора Департамента архитектуры и градостроительства Михаил Храмов. По его словам, разработчик НИИ Генплана Москвы сейчас проработал материалы третьего этапа. Мы смотрели предварительные материалы, которые поступили в том числе и в законодательное собрание, и для себя определили, что требования к достопримечательному месту, а у нас значительная часть, которая связана, прежде всего, с Гераклейским полуостровом, достопримечательное место, не учтены. Там, где у нас даже по плану генерального до 2005 года было только индивидуальное жилищное строительство, теперь планируется застройка, правда, малоэтажная. Такого быть не может, потому что это земли Херсонеса, в том числе относящиеся к ЮНЕСКО. Генеральный план по состоянию на сегодня, он очень сырой. Не только много замечаний по достопримечательному месту, но также очень много замечаний и по дорожному каркасу, и по развитию территорий. Содержание его на сегодня оставляет желать лучше. Это рабочие моменты. В настоящее время третий этап не утвержден. Все замечания, которые высказываются при его согласовании и федеральными структурами, органами власти города Севастополя, и законодательным собранием, они учитываются. Мы находимся в нормальном режиме согласования всех замечаний и законодательного собрания, и Черноморского флота, и так далее. Поэтому просьба так не комментируй. Да, Дмитрий Ильич, я, наверное, неправильно сказал. У нас рабочий режим, да. Все-таки он два года разрабатывается, и вы активно участвуете. И сейчас заявляют, что он сырой, это безответственно. По словам Михаила Храмова, чтобы утвердить границы муниципальных образований, необходимо изменить местный закон. В РИО губернатора потребовал от Департамента архитектуры и градостроительства в течение недели внести проект на рассмотрение в законодательное собрание Севастополя. В статье 8 данного закона очень условно обозначены границы муниципальных образований. Департаментом проведена работа по согласованию границ между муниципальными образованиями города. Все границы согласованы с муниципалитетами. И если границы муниципальных образований согласованы, и принятие документа ожидается в этом году, вопрос о внешних границах двух субъектов – Севастополя и Крыма – остается открытым. В РИО губернатора Дмитрия Овсянников ходатайствуют о создании при полпредстве рабочей группы по урегулированию спорных вопросов. Что касается внешних границ субъекта Российской Федерации, то есть наши границы с Республикой Крым, там все отрегулировано? Мы уже обратились к Степанову, заместителю полпреда для организации рабочей группы, ту, которую вместе с Крымом создали первое заседание. Мы настойчиво уже два месяца предлагаем обсудить технический вопрос согласования границ с Республикой Крым. Поэтому Михаил Михайлович не ответит, а мы пытаемся добиться этого решения. До конца года НИИ Генплана Москвы должен выполнить для Севастополя контракт по разработке временного плана землепользования и застройки. Небольшая статистика. В 2015 году Департаментом архитектуры и градостроительства выдано 4 разрешения на строительство – это порядка 38 тысяч квадратных метров. За 9 месяцев 2016-го резкий скачок – выдано 7 разрешений – это порядка 100 тысяч квадратных метров. В этом году в эксплуатацию введено 132 тысячи квадратных метров жилья. Арсений Ковалевский, Анна Малышко, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Правительство Севастополя утвердило госпрограмму развития государственного управления на 2017-2020 годы. Соответствующее постановление принято на внеочередном заседании правительства. Директор Департамента финансов Владимир Штоп сообщил, что общий объем финансирования программы составит более 11 миллиардов рублей. Средства на ее реализацию рассчитывают привлекать как из федерального, так и городского бюджета. Программа подразумевает модернизацию и повышение эффективности управления государственными финансами. В бюджетах города Севастополя, формируемых в рамках государственных программ в общем объеме расходов регионального бюджета, в 2017 году не менее 60, в 2018 году не менее 75 процентов. Доля органов госвласти, госучреждений, объединенных в единое информационное пространство, в условиях функционирования единой системы управления бюджетным процентом, в том числе с использованием веб-технологии, в 2017 году не менее 65, в 2018 году 100 процентов. Рейтинг города Севастополя по уровню открытости бюджетных данных в 2017 году не ниже 30, в 2018, 25 место среди субъектов Российской Федерации. По поручению в Рио губернатора троллейбусникам выплатят старые долги по зарплате. Соответствующее решение в понедельник принято на внеочередном заседании правительства. ГУП «Севэлектроавтотранс» имени Крупадерова – одно из старейших городских предприятий. Здесь трудится почти тысяча человек. Задолженность, о которой идет речь, это еще не выплаты от 2014 года, пояснил исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Михаил Мудревский. В Рио губернатора Дмитрий Овсянников поручил незамедлительно исполнить поручение. Данное постановление является ликвидация задолженности по заработной плате налогов и сборов работников предприятия, ранее действующих в правом поле Украины. Это задолженность 2014 года в размере 790 тысяч рублей. Данное постановление позволит произвести выплату. Напомним, «Севэлектроавтотранс» должен полностью обновиться. В 2017 году предприятие получит порядка 80 новых троллейбусов, в том числе 44 с автономным ходом, которые будут оснащены оборудованием ГЛОНАСС. Также планируется открытие новых маршрутных линий и переходы на принципиально новую систему оплаты за проезд. В транспорте будут установлены новые специальные кассовые аппараты. Порядка 40 детей, проживающих в районе 10-го километра, теперь будут добираться до школ на бесплатном транспорте. Возможность для ребят организовали депутаты Балаклавского муниципального округа совместно с одним из местных перевозчиков. По словам родителей, этого момента ждали много лет. Детям обычно приходилось добираться на учебу на общественном транспорте, который чаще всего переполнен. Теперь в их распоряжении микроавтобус, который будет совершать два утренних рейса ежедневно. Продолжит Анна Леготина. Обычно, чтобы добраться в школу в Балаклаву, ребятам, проживающим в районе 10-го километра, приходится преодолевать немало препятствий. Самое главное, хотя бы просто попасть в салон маршрутки. А сделать это нелегко. Весь общественный транспорт идет с 5-го километра, и поэтому утром машины переполнены. Мы ждем автобус очень долго, он приезжает. Ну и мы заходим в него, там много людей, и толпимся. Бывает, что он проезжает, и опять приходится долго ждать. Сажусь в автобус, снимаю рюкзак, и пытаюсь как-то добраться до школы, так как очень тесно в общественном транспорте, с рюкзаком еще плюс. Все толпятся, зажимаются, толкаются, чаще всего ноги давят. Ну вот происходит как-то так. С этой проблемой родители учеников трех школ Балаклавы обратились к районным властям. Депутаты и члены общественного движения «Доброволец» откликнулись на их просьбы и совместно с одним из севастопольских перевозчиков организовали утренний школьный рейс для детей. Теперь ребята смогут бесплатно, с комфортом и, главное, вовремя добираться на учебу. Микроавтобус будет довозить учеников прямо к школе. Обратились к перевозчику, который работает на этом маршруте, 94-й маршрут. Человек вошел в положение, понял, и теперь с 10-го километра ежедневно будет предоставлен автобус для доставки детей в школу Балаклавово. То есть это такой проект совместный. И хорошо, что у нас есть именно перевозчики, которые действительно неравнодушные, нормальные, хорошие люди. И понимаешь, что да, есть проблемы, эту проблему совместно решаем. Выработаем концепцию, как мы будем работать. Ну, думаю, что два автобуса будет. Один где-то без полвосьмого, а второй чуть попозже будет. А сколько детей будет, ну, сейчас вместе с ними просчитаем это все. Надо будет поставить, значит, и три машины. Перевозка детей до школ Балаклавы будет осуществляться на постоянной основе. Анна Легоцина, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. Более сотни вакансий предлагают в Севастопольском центре занятости людям с ограниченными возможностями здоровья. Выездную консультацию для них провели в главном бюро медико-санитарной экспертизы. Соискателям рассказали, как стать на учет, чем полезны курсы повышения квалификации и какие специальности наиболее востребованы. Лилия Сошникова – инвалид по зрению. Уверяет, диагноз – не повод опускать руки и ставить на себе крест. Жалеть себя женщине попросту некогда. У ее дочери тяжелая форма ДЦП. Но, несмотря на это, 17-летняя Ангелина занимается боча. Это игра с мячом, адаптированная для людей с нарушениями опорно-двигательной системы. Совмещать работу и спортивную карьеру ребенка непросто. За советом обратилась к сотрудникам Центра занятости. Мне нужна специальная такая работа, которую я ищу, чтобы я была дома и работала. И, допустим, я, насколько понимаю, сейчас есть такие работы, которые отдалены от производства. Это компьютер, я могу там есть специальный такой сайт или устройство, чтобы слепые могли работать на этом, увеличивающие цифры и увеличивающие буквы. Я могу работать на компьютере. Боюсь, что другого что-то мне будет сложнее. Специалисты порекомендовали Лилии Сошниковой вакансию бухгалтера. На предварительной консультации женщине предложили стать на учет, а затем записаться на курсы повышения квалификации. Это поможет обучиться тонкостям профессии и даст больше шансов устроиться на предприятие. Чтобы получить статус безработного, нужно предоставить документы, трудовую книжечку, документы об образовании, подтверждающие его квалификацию, кто она у нас, паспорт и обязательно индивидуальную программу реабилитации. Она может стоять на учете как ищущая. Также мы с ней будем работать и подбирать работу, предлагать ей работу. Сегодня в службе занятости зарегистрировано 44 человека. Тех, кто пока только собирается стать на учет, по понедельникам консультируют в Главном бюро медико-социальной экспертизы. В ярмарку вакансии человеку надо прийти, а здесь центр занятости сам пришел к человеку. Это движение навстречу человеку идет. А там он должен прийти, придет он или не придет на эту ярмарку вакансии. Вот видите, цифра 40, это очень маленькая цифра. Поэтому так активно работает центр занятости. Он приходит к нам и рассказывает, и показывает, что вот мы есть, мы для вас есть. Давайте будем работать для того, чтобы вас трудоустроить вместе с вами. Потому что здесь нужен не просто желание центра занятости, здесь надо еще желание инвалида. В Севастополе свыше 20 тысяч граждан с особыми потребностями. Это около 5% от общего числа горожан. С начала года в центр занятости обратились 119 человек. 50 из них были трудоустроены. Анастасия Синица, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. К теме благоустройства города. В проекте бюджета на 2017 год предусмотрено выделение средств на разработку проектно-сметной документации по 28 паркам и скверам. Среди них единопарк. Напомним, на благоустройство заброшенного парка по улице Корчагина правительство выделило 40 миллионов рублей. На эти деньги проведены проектно-изыскательные работы. Однако экспертиза показала увеличение стоимости до 110 миллионов. Сумму заложили на следующий год. Кроме того, в Рио губернатора поручил главам муниципалитетов активнее включаться в вопросы благоустройства города. Подробности у моих коллег. В департаменте городского хозяйства рапортуют. По сравнению с прошлым годом коммунальщики стали активнее убирать город. И дело даже не в субботниках, которые регулярно проводит правительство Севастополя. Благоприятно сказалось увеличение практически в полтора раза финансирования этой сферы. Динамика по сравнению с 2015 годом позволила с 418 объектов увеличить количество убираемых объектов до 709. И соответственно увеличить площадь убираемых практически в два раза от 201 гектара до 279 гектаров. Высажено на сегодняшний день уже более 71 тысячи единиц рассада. И планируется с учетом погодных условий до конца года произвести еще высадку савинцев деревьев, порядка 800 единиц рассады, почти 52 тысячи единиц рассады. Несмотря на озвученные цифры, объем работ по наведению порядка в городе предстоит колоссальный. В Рио губернатора поручил департаменту городского хозяйства к 24 октября представить план развития на 2017 год. И ускорить процесс создания бюджетного учреждения, которое займется озеленением Севастополя. Кроме того, Дмитрий Овсяников призвал глав муниципальных образований активнее включаться в работу и наводить порядок на местах. К следующему понедельнику у нас за всеми парками и зонами, где мы занимаемся благоустройством и содержанием зеленых насаждений, установлены ответственные. Вернее, в фейсбуке постоянно пишут, что мы проводим субботники, а за объектами у нас нет ответственных в целом за содержание. Вот в понедельник дайте по именной перечне, кто за что отвечает. Напомним, реформа местного самоуправления, которую проводит Дмитрий Овсяников наряду с расширением полномочий у муниципалитетов, подразумевает ответственность глав на местах. Светослав Данилов, Анна Малышко, Андрей Темчук, информационный канал Севастополя. Во вторник, 18 октября, в ряде домов не будет воды. С 10 до 20 часов подачи не будет в район пятиэтажной застройки по улицам Харьковская, Ковпака, Симферопольская, Мечникова, Коммунистическая, Руднева, Киевская, Ивана Голубца, сообщает администрация предприятия «Водоканал». Отключение связано с производством работ по переключению магистрального водопровода, попадающего в зону застройки по улице Руднева, номер 33. Жительница Севастополя сдала оружие и получит за это вознаграждение. В июле этого года Татьяна Калашникова обнаружила у себя дома гладкоствольное ружье, правда, без документов. В этом случае его хранение было бы незаконным. Раньше оружие принадлежало ее отцу. В одном из отделений полиции ей посоветовали обратиться в Департамент безопасности правительства Севастополя. Постановлением от 21 июня 2016 года предусмотрен специальный перечень различных видов оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств и размер вознаграждения за добровольную сдачу в случае незаконного хранения. Максимальная сумма назначается за передачу пулемета – 14 тысяч рублей, а за гранатомет можно получить 9 тысяч. За сдачу охотничьего гладкоствольного ружья Татьяне Калашниковой выплатят 4,5 тысячи рублей. По вопросам сдачи оружия в Департаменте безопасности правительства Севастополя просят обращаться по телефону 54-59-88. Папа у меня официально был охотником, состоял в обществе охотничьем. Я знала и, как говорится, была посвящена. Ну просто выпустила из вида, когда обнаружила, уже поподробнее занялась этим вопросом. Оно лежало у меня в шкатулке железной, завернутое. Когда развернула, увидела, что это папина ружьё. Народный академический хор «Жаворонок» стал победителем второго международного конкурса хорового искусства «Родная гавань». Коллектив Дворца детского и юношеского творчества стал лучшим в категории детские учебные хоры. Конкурс проходил в органном зале Левадии. Ребятам вручили дипломы лауреата первой степени. Руководителю Марине Федотовой вручили диплом за верность профессии. История существования коллектива насчитывает 38 лет. Первое выступление «Жаворонков» состоялось 4 марта 1978 года. В репертуаре – духовая и классическая музыка, военно-патриотические и народные песни. Детский хор – постоянный участник международных, всероссийских и всеукраинских смотров и конкурсов, городских концертных и массовых мероприятий. Политики, предприниматели и известные спортсмены, звезды советского футбола сыграли матч дружбы. На главном стадионе Севастополя СКС объединенная команда правительства и законодательного собрания города противостояла сборной ветеранов футбола. Организатором мероприятия выступила Международная ассоциация исламского бизнеса. У встречи благие цели. После завершения матча, призовой фонд, которого составил 100 тысяч рублей, деньги были переданы в Севастопольский специализированный дом ребенка. Итог встречи в материале Святослава Данилова. Знакомство гостей с городом началось с возложения цветов к мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Во главе делегации президент и основатель Международной ассоциации бизнесменов советский и узбекистанский футболист Марат Кабаев, отец олимпийской чемпионки Алины Кабаевой и российский журналист, телеведущий Максим Шевченко. Правительство Севастополя представлял заместитель губернатора Юрий Кривов. После стороны прибыли на стадион СКС для того, чтобы сыграть благотворительный матч. Организаторы отметили цель встречи – укрепление дружбы народов и межконфессионального согласия, патриотическое воспитание подрастающего поколения. За команду хозяев выступали представители городских властей. Нынешний начальник управления по делам молодежи спорта Валерий Чалый раньше возглавлял Казанский Рубин. Под его руководством играли известные российские и зарубежные футболисты. Противостояли сильнейшим клубам Европы. Сейчас же специалист выступил в роли играющего тренера для своих коллег. Валерий Чалый отметил, чтобы попасть в состав команды, нужно было пройти серьезный отбор. Прошло взвешивание, пульс, давление, тренировочный процесс. А потом, естественно, отбирали футболистов. Кто больше даст, тот составит. С капитанской повязкой на встречу вышел заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев. Занимался футболом в детстве, в юношестве, потом на любительском уровне, во взрослом возрасте. И очень рад возобновить какие-то занятия футболом здесь, в Севастополе. Тренерская установка, жесткое напутствие. Боремся, сражаемся. На победу. Присутствовал на матче временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. На встречу он не только в качестве главы города, но и как главный тренер нашей команды. В сборной гостей известные советские футболисты, мастер спорта Ахрик Цвейба и прославленный игрок московского спартака 70-80-х годов Вагис Хидиэтуллин. Футболисты, мы уже находимся в автовозрасте, когда мы активно участвуем в ветеранском движении. Поэтому мы очень многое знаем по регионам. И, конечно, делаем мастер-классы, встречаемся с руководителями, видим, как футбол развивается. Стараемся, чтобы в том или ином регионе футбол развился. Встречаемся с детьми, интернатами. Поэтому это наша стезя. Несмотря на дождливую погоду, политики и спортсмены показали результативную игру. Вначале Валерий Чалый вывел хозяев вперед. Затем соперникам удалось отыграться. Вскоре севастопольцы вновь захватили лидерство. Уже со счетом 3-1. Но к концу первой половины встречи вновь ничья 3-3. Во втором тайме экстренера Рубина оформил дубль, перекинув мяч через ватаря гостей. Обязан, обязан, обязан забить. Статус-кво восстановил Максим Шевченко, замкнув передачу с края штрафной площадки. Затем соперники впервые вышли вперед. Но матч дружбы потому так и называется, что должен закончиться в ничью. Валерий Чалый не без помощи соперника установил окончательные цифры на табло. 5-5. Эмоций очень много. Это был праздник футбола. Две команды сражались за приз, который мы знали, что мы вместе вручим. Правительство сегодня было в большом количестве. У нас было больше. Это дало нам некоторые преимущества. Мы могли менять игроков, но не смогли победить. 5-5 достойный результат. Инициатива проведения благотворительного матча принадлежит президенту Международной ассоциации исламского бизнеса Марату Кабаеву. С соответствующим письмом он обратился к Дмитрию Овсяникову. Приятно было, что видеть и тренеров, и бывших футболистов, и просто бизнесменов, предпринимателей. Правительство Севастополя очень отрадно. Пусть будет всегда так. Правительство, народ, это всегда чтобы было совместимо. Призовый фонд матча составил 100 тысяч рублей. Деньги передали в Севастопольский специализированный дом ребенка. Много денег не бывает. И данный благотворительный матч, и передача нам сертификатов 100 тысяч рублей. Это огромное подспорье нашему учреждению, которые могут пойти на укрепление материальной базы. Это и функциональная мебель для детских групп. Подумаем еще, куда их потратить. Для нас это очень приятное событие. По давней традиции, после матча соперники обменялись футболками, затем спортивными сувенирами. Светослав Данилов, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Воспитанники военно-патриотического центра русской общины «Соболь» и страйкбольной команды «Чужие» присоединились к ежегодному всероссийскому субботнику. Члены армейского клуба выходного дня за прошедшие выходные собрали около 250 килограммов мусора на территории «Фиолента», где проходят еженедельные тренировки страйкбольного клуба. Командир команды «Соболь» пообещал, что подобные субботники будут проводиться раз в две недели до полной очистки полигона «Фиолент». Надо уважать в первую очередь место, где ты живешь, это раз, не гадить там. А дальше уже пойдет что? Сначала чистота в доме, потом что из себя этот дом представляет, потом сколько людей погибло за то, чтобы ты имел право жить в этом доме сейчас, свободно и не опасаясь за свою жизнь. Аж 16 октября при содействии городского центра социальных и спортивных программ управления по делам молодежи и спорта правительства Севастополя совместно с Ассоциацией страйкбола Севастополя в рамках военно-патриотического движения «Ратник» на тренировочном полигоне «Фиолент» прошли очередные военно-тактические учения армейского клуба выходного дня. В этот раз команды отработали действия в составе тактических групп при зачистке зданий. Способы скрытного передвижения на местности, штурм и оборону зданий, организацию засады. К этому часу это все новости, а за дальнейшим развитием событий следите вместе с информационным каналом Севастополя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!